Субтитры создавал DimaTorzok Паблик Атеист Руслан Усачев Группа Естественные Науки Фонд Здравомыслие Портал Anthropogenes.ru Ярослав Андреев, он же эльф-торговец И движение The Brights Я говорил эту фразу в одном фильме Правда у нас общая Но всю нашу жизнь мы искажаем ее на свой лад Меня восхищает то, чем занимаются Ричард и Лоуренс Они как будто выходят на поле битвы Не имея при себе никакого щита или доспеха Кроме своего интеллекта Я думаю, то, что они делают для популяризации Научного восприятия мира Невероятно ценно Людьми нас отчасти делает любознательность Понимание того, что представляет собой реальность Мне нравится то, что наука — это знание А знание — сила Наука дает нам силу и свободу Благодаря ей мы не стоим на месте Не застреваем в одной точке В науке нет авторитетов Есть эксперты Ричард разбирается в зоологии Я в физике Но нет ни одного ученого Чьи взгляды нельзя было бы подвергнуть сомнению Наука просто ищет истину Хорошо это или плохо Она не знает предрассудков Вопрос не в том, стоит ли узнавать А в том, возможно ли узнать Важно, что убеждения не влияют на факты Факты, если вы разумный человек, должны влиять на ваше убеждение Во все времена открытия ставили под вопрос существующие убеждения Это касается и религии Религия — вполне уместная тема для дискуссии Не стоит выносить ее за скобки О религии надо говорить Почему, собственно, нет? Я думаю, религию стоит обсуждать, как и все остальное Если накладывать запреты на обсуждение, даже в целях защиты Ничего хорошего все равно не выйдет Мы не можем не обсуждать систему верований, которые оказывают на нас влияние Подталкивают к действиям Все, что мне рассказывали об эволюции, теории большого взрыва Все это ложь из самых глубин ада Вопросов морали, этики Во всех таких случаях считается, что религиозные люди задают тон дискуссии На самом деле они на корню ее пресекают Мне кажется, мы обычно берем пример с людей, у которых, знаете, хватает смелости думать о том, о чем мы раньше и не думали И сейчас, во времена, когда царствует нетерпимость Мне кажется поразительным, что находятся те, кто открыто выступает против Вот что мне дали эти парни Разрешение подвергать сомнению все Ричард, я уже спрашивал вас лет десять назад Но, тем не менее, если уж выбирать Что в вашей работе более важно, если бы у вас был выбор Распространять науку или искоренять религию? Эти вещи неотделимы друг от друга Искоренять религию звучит как-то недобро А я не вижу в этом ничего плохого Наука прекрасна, наука удивительна А религия не прекрасна и не удивительна Она только мешает Дело, конечно, не только в этом Но меня больше всего волнует истина Красота истины Поэзия реальности Которую воплощает наука Дело в том, что религия претендует на правдивое объяснение мира Хотя такового не дает Только жалкие, скучные, утомительные детали И к тому же неправильные Именно что неправильные Да, и это, наверное, важнее всего Я думаю, так же, как и вы Хотелось бы, чтобы люди пытались понять, как устроена Вселенная Но вот еще одно несоответствие между наукой и религией Если о чем-то говорят научно установленные факты, вам придется смириться Если предпочесть верить в сказки, это повлечет за собой многое другое Так что религия не так уж и безобидна В реальном мире она неизбежно ведет к провальным решениям Если мы сможем убедить людей в этом То без труда удастся, должно удаться убедить их в существовании эволюции И у нас есть весомые доказательства Как только они осознают факты, вывод напросится сам собой Бог тут ни при чем Что ж, сейчас Ричард в Сиднее, а я в Канберри Ричард участвует в теледебатах с архиепископом Сиднее на канале Q&A А я собираюсь на дебаты, куда меня пригласили мусульмане Так что мы на два фронта выступаем против сил зла Конечно, невозможно было отказаться от этой эпической схватки О встрече, в которой участвую я, пока говорили только в мусульманской среде Кроме тех, кому рассказал я О дебатах знают только мусульмане, а не интересная аудитория О, посмотрите-ка, посмотрите-ка туда Это замечательно Может быть, это как раз та публика, которая придет на дебаты Привет, как дела? Добрый день Добрый день, профессор Как вы? Привет Я ваш оппонент А, хорошо То есть вы тоже участвуете в дебатах, да? Да, верно Ну хорошо В интернете я не видел ни одного объявления, так что интересно, что же получится Ну, если соберется меньше пяти человек, пойдем пить кофе Вы согласны? Я пока пойду там сзади, почитаю свою Библию Взял ее с собой для вдохновения Кристофер всегда меня вдохновляет Кардинал Джордж Пелл Самый высокопоставленный католический священник в Австралии Он епископ Сиднея Похоже, больше я о нем почти ничего не знаю Разве что иногда его называют кандидатом на место папы Я никогда не веду дебатов с фундаменталистами от религии Думаю, что человек такого высокого сана в католической церкви не может им оказаться Жаль, если я ошибаюсь Сегодня нас ждут дебаты между очень интересными гостями Участников мы хорошо знаем, но, пожалуй, я их все-таки представлю Встречайте автора книги «Бог как иллюзия» Биолога-эволюциониста Ричарда Докинза И архиепископа Сиднея Кардинала Джорджа Пелла Кардинал Пелл, вы согласны с тем, что люди произошли от обезьян? Да, пожалуй От неандертальцев, наверное, да От неандертальцев? Наверное, да Почему от неандертальцев? Ну, а кого? Кого бы назвали вы? Неандертальцы нам скорее кузены, мы от них не происходили Ну и где эти кузены? Я могу с ними как-то встретиться, поговорить с ними сегодня Нет, конечно, они вымерли Ну, естественно, а я вам о чем? То есть вы хотите сказать, раз они умерли, они нам не родственники? Я как-то не уследил за мыслью Ну, это я вижу Забывая об ограниченности науки, мы лишаем ее объективности Квантовая механика — хороший тому пример Но логические выводы делаются на основе наблюдений и опыта По логике Могу ли я находиться в двух местах одновременно? Нет, а вот электрон может И вы обратились к квантовой механике, и я понимаю, почему Большинство биологов-эволюционистов с этим не согласны сегодня С чем не согласны? Они не поддерживают ту грубую примитивную версию случайного отбора, который вы предлагаете Я ни в коем случае такого не предлагаю Более того, я полностью отрицаю, что естественный отбор случайен Я согласен, что мы должны подвергать сомнению наши убеждения Отчасти Как раз тут я и хотел бы коснуться вопроса об отличии религии от науки Только осознав разницу между ними, можно понять, насколько применимы к ним сомнения Возьмем, например, моральные ценности Понравится ли вам, если я начну сомневаться в том, что убивать плохо? Ну ладно, если вы перестанете верить в Бога, скажите мне, вы пойдете убивать своих соседей? Ну что ж, некоторые говорят да Эволюция — совсем не случайный отбор Ну то есть у нее есть какая-то цель? Нет Может, вы тогда поясните, что значит «не случайный»? Конечно, я всю жизнь этим занимаюсь Не было еще в мире ни одной мысли, которую нельзя высмеивать Высмеивание — важный инструмент исследования Так почему нельзя применить его к религии? К политике можно, к науке можно, к сексу тоже Если буквально на любой фрагмент реальности можно благодаря сатире пролить свет, почему нельзя так поступить с религией? Любому человеку свойственно задаваться вопросом о том, зачем мы здесь? Совсем не обязательно, чтобы вопрос «зачем» требовал ответа Есть и другие вопросы, которые можно задавать Например, какого цвета ревность? Это глупый вопрос Верно Почему такой же глупый вопрос? Но нужно спросить, что приводит к появлению чего-то другого? Это вопрос разумный «В чем цель существования Вселенной?» Опять же, глупый, бессмысленный И что ж, я надеюсь, что каждому студенту доведется однажды увидеть, как то, что лежало в основе его существа что-то настолько важное, что без этого он бы не существовал не чувствовал себя человеком рассыпется под натиском непровержимых доказательств «Так наука дарит свободу» «Так вы понимаете, что принимать ответ, не задав вопроса — это путь в никуда» У нас есть научное объяснение того, как мы здесь оказались А смысл жизни нам придется придумать самим Нужно набраться сил и посмотреть миру в глаза Осознать, что мы не вечны И лучшим образом использовать то короткое время, которое нам отведено Надо сделать все, что можно для этой планеты Сделать ее лучше, чем она была, когда мы пришли К моменту, когда пора будет уходить И мир, в котором определенные вопросы нельзя поднимать Это мир, где люди перестали думать В голосовании участвовало более 20 тысяч человек 76% из вас считают, что религиозные убеждения не меняют мир к лучшему Спасибо нашим гостям Профессору Ричарду Докинзу и кардиналу Джорджу Пеллу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я порядком устал от интервью в любимом формате BBC Когда два участника программы ведут между собой интересную беседу И есть еще другие участники А ведущий внезапно прерывает их и спрашивает у остальных А вы что думаете по этому поводу? И этим все портят Обрывает диалог Рушит его Вот я и подумал А не лучше ли обойтись вообще без ведущего? Мою встречу с епископом Кентерберийским в Оксфорде Ведущий испортил целиком и полностью Как истинный философ он решил, что его главная задача — все объяснять Ну и, само собой, только и делал, что запутывал Да, я думаю, что намного интереснее следить за беседой, которая не расписана по репликам по плану Конечно Зрители их любят гораздо больше Продолжение следует... Нам, наверное, пора О, хорошо Я по опыту могу сказать, что начало всегда немного задерживают, чтобы все успели рассесться Да, обычно минуты на 3-4, да Зал еще не заполнился Понятно Поприветствуйте выдающихся ученых Ричарда Докинза и Лоуренса Крауса Скажите-ка для начала Кто-нибудь смотрел недавние дебаты на Q&A? Кардинал Пелл меня просто поразил тем, что вообще не понимает эволюцию. И судя по тому, что он говорил, он вообще мало что понимает. Мне кажется, вам стоит раскрыть эту тему, потому что вопрос очень интересный. Виды развивались, виды изменялись, но как всё-таки появился первый человек? На первый взгляд кажется очевидным, что в какой-то момент появился первый человек. Такой, как мы с вами. Когда-то был первый кролик, первый носорог и первый человек. Мы — люди, но наши предки людьми не были. Совсем давние и вовсе рыбы. Наступил ли когда-то славный день, когда два представителя вида Homo erectus произвели на свет первого Homo sapiens? Нет. Не существовало первого Homo sapiens, как и первого кролика или первого носорога. Все живые существа на Земле принадлежат к тому же виду, что и их родители. Изменения происходили настолько медленно и постепенно, что наш 200-миллионный прапрадедушка был рыбой, а какой-нибудь ещё более давний предок — и вовсе червём. Есть предположение, что людям с трудом удается это осознать. Из одного вида настолько медленно получается другой, что невозможно уловить момент превращения. В этом нет ничего особенно парадоксального. Точно так же, например, сложно заметить, как движется по циферблату часовая стрелка. И точно так же сложно сказать, когда человек начинает считать себя взрослым или старым. Не бывает так, чтобы вы легли спать в самом расцвете сил, а наутро проснулись стариком. В нашем институте проводятся встречи, на которых мы стараемся докопаться до происхождения жизни. Поразительно, насколько близко мы подобрались к разгадке. Возможно, правда, откроется уже на нашем веку. Замечательно. Остаётся надеяться, что так и будет. Разреваю, что стопроцентных доказательств вы можете и не получить. Но вполне вероятно, что выйдет настолько ясная и правдоподобная теория, что люди скажут точно. Почти наверняка всё так и было. Я думаю, вы упомянули главное слово — правдоподобие. Насколько же поразительно и лично для меня просто захватывающе, что законы физики в той мере, в какой мы их сейчас понимаем, дают нам возможность правдоподобно ответить почти на все вопросы. Только представьте себе, как что-то могло возникнуть из ничего, как могла сложнейшая вселенная образоваться там, где не было простейших частиц, а может быть, даже и пространства. И космология сейчас чудесное поле для деятельности, потому что мы можем заглянуть в прошлое и, возможно, узнать, как создавалась целая вселенная. Мы ни на что больше не претендуем. Но стоит нам об этом только сказать, нас тут же обвиняют в излишнем высокомерии. Вы замечали это? Да, замечал. Этот вопрос всплыл на дебатах. И я попытался кратко объяснить тезис Лоуренса о том, как буквально из ничего может возникнуть нечто. Зрители смеялись. Для них это, очевидно, была глупая шутка. Как это так? Что-то из ничего. Это не вяжется со здравым смыслом. Но, как я уже говорил, одного здравого смысла тут мало. Если бы можно было им обойтись, нам не нужны были бы физики. Здравый смысл возник вместе с необходимостью решать насущные вопросы выживания. В Африке периода плейстоцена. Тогда надо было ловить буйволов, искать воду, залезать на деревья, чтобы спасаться от львов или еще кого-нибудь зубастого. Так что естественный отбор не предполагал для нас наличие мозга, приспособленного к пониманию квантовой механики, как физики очень малых объектов, или теории относительности, науки о больших скоростях. Тем более лестно для человечества, что хотя бы некоторые его представители на это способны. Да, стоит отметить, мы и вправду многого добились, но вы затронули очень важный момент. Наш мозг не рассчитан на непосредственное восприятие тех аспектов Вселенной, которые нельзя пережить непосредственно физически, в том числе долгих промежутков времени. Теорию эволюции трудно принять еще и по этой причине. Мы можем окинуть взглядом всего в какую-то сотню лет. Секунды, минуты, часы, дни, столетия. Мы понимаем, тысячелетия уже с трудом. Мы не в силах объять умом такой промежуток времени, как 100 миллионов лет. Вот именно. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только из-за того, что многое науке пока неизвестно, некоторые приходят к выводу, что все наши знания могут оказаться ошибочными. Но эволюция реальна. Большой взрыв действительно когда-то произошел. Если я брошу мяч, он упадет. Многое мы знаем наверняка. Единственный правильный вариант, который я вижу, это просвещать людей. Если этого не делать, недостаточно образованные люди станут угрозой демократии. Так что ученый просто обязан способствовать просвещению. И публика, конечно, может решить, что не хочет бороться с глобальным потеплением. Но они должны хотя бы знать о нем и понимать, что это факт. Дамы и господа, спасибо дуэту ученых-просветителей. Жить в 21 веке огромная удача. Мы наблюдаем звезды через телескоп, смотрим в электронный микроскоп и видим отдельные клетки во всей их феноменальной сложности и понимаем, что наше тело состоит из триллионов таких клеток, а вместе они образуют машину, которая ходит, бегает, занимается сексом, ест и, наконец, думает. Какая удача для всех нас иметь в голове инструмент, который может создать модель вселенной, печально, что эта модель умрет вместе с нашим мозгом, но все-таки, как же нам повезло, что мы способны на это, пока живы. И вновь здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Лоуренс Краус. Здравствуй, доктор Краус. Спасибо, что согласились прийти на нашу передачу. Итак, сэр, скажите, почему же, что бы вы ни говорили, вы постоянно так непримиримо нападаете на моего бога? Я ни в коем случае ни на кого не нападаю. Да это все, что вы делали. Вы нападали на моего бога последние шесть минут. Не-не-не, я всего лишь сказал, что он вам не нужен. Это и есть нападение. Мы изменили свое восприятие вселенной, и мы поняли, что вселенная намного интереснее, чем мы предполагали. То, что мы меняем свое отношение, ошибаемся, это замечательно. Вы должны попробовать, вам понравится. Это просто... Давайте я спрошу, если бога нет, если нет того, что называется богом, если он ничто, разве не может ничто породить что-то? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну вот это просто сделало мой день. Майли Сайрус запостила в Твиттере мое фото с моей же цитатой, где я говорю про звезды. Я говорю, да забудьте вы про своего Иисуса, звезды умерли, чтобы вы могли родиться. И она подписала фотку «Красота». И ей в ответ, конечно, написали кучу гадостей. И должно быть, ее неправильно поняли, потому что люди думают, что «Красота» — это про цитату, но понятно же, что она — это про мою фотку. Люди говорят иногда, люди говорят иногда, «Я хочу верить». Эта фраза была в секретных материалах. Они хотят верить, верить в свою веру. И большинство верующих в нашем обществе выбрасывают из своих доктрин все, что им кажется несообразным. И Папа Римский вряд ли одобрил бы это, и я склонен с ним согласиться. Если уж вы верите в половину тезисов вашей веры, от остальных отказываетесь, так откажитесь от всего разом. Я думаю, вот как на это стоит посмотреть. Сколько там членов в Конгрессе США? 535? Только один из них сказал, что не верит в высшее существо. Это невозможно, хотя бы с точки зрения статистики. Среди конгрессменов достаточно людей с каким-нибудь образованием. В Конгрессе США просто обязано быть немалое число атеистов. Возможно, больше пары сотен. Но они не могут признаться в этом. Чтобы быть избранными, им надо лгать о своих убеждениях. Да, возможно. Вот бы спросить их об этом, хотя я не вполне согласен, может, потому что я больше времени провел в США. Скажу так. Если... Если человек намеренно не заявляет о своих религиозных убеждениях, это и не становится общественной информацией, соответственно, он не обязан отвечать на вопросы журналистов на эту тему. Но если он заявляет о своей религиозной позиции, она становится открытой для публики информацией. И журналисты имеют право обсуждать его с этой точки зрения. Политик как бы говорит, голосуйте за меня, потому что я верующий. Тут есть еще один аспект. Даже если человек не выносит на суд общественности свою веру, вот утрированный пример, который я приводил, кажется, в блоге. Представим себе врача, который верит не в размножение половым путем, а в то, что детей приносит аист. Я-то был уверен, что довел мысль до абсурда, и что все согласятся, по крайней мере, с тем, что к этому врачу не стоит обращаться за советом. Ничего подобного. Меня разнесли в клочья. Вера врача, его личная вера. Вы не должны вмешиваться, если он может удалить аппендикс, неважно, во что он верит, в секс или в аистов. Поэтому тут я согласиться с вами не могу. Да, но его вера имеет прямое отношение к тому, чем он занимается, так что... Хорошо, допустим, он окулист. Да, ну что ж, я должен сказать про политиков. Если, я думаю, они имеют право на личную жизнь. Но я думаю, если кто-то считает, что можно заниматься сексом с животными, лучше оставить это на его совести, пока он не опирается на свои сексуальные предпочтения в ходе предвыборной кампании. И я думаю, что если политик не выносит эту часть жизни на публику, это... это никого не касается. Но если выносит, как многие делают, включая Обаму, то он должен быть готов отвечать на вопросы. Вот вы сказали, в США есть конгрессмен, который не верит ни в какое высшее существо. А мне и в голову не приходило, что у нас так много конгрессменов-ратеистов. Я недавно писал статью об исследовании, которое проводила группа канадских и американских психологов. Его недавно опубликовали. Ученые пытались выяснить, кому меньше всего доверяют люди. И оказывается, по мнению общества, меньше всего доверия достойны атеисты. Ну, не меньше всего, есть еще насильники. И мне интересно, что вы об этом думаете? Ну, мне кажется, это в достаточной мере объясняет, почему многие конгрессмены скрывают свои убеждения. делить один уровень доверия с насильниками, это, знаете ли, я склонен считать, что в Америке было довольно много президентов-атеистов. Я согласен. Я бы ничуть не удивился, узнав, что Кеннеди был атеистом. Так же, если бы атеистом оказался Клинтон. Ну, или, в конце концов, Обама. Но признаваться в этом нельзя. Тебя просто не изберут. Мне кажется, стоит даже начать новую традицию. Пусть бы каждый уходящий с поста президент или сенатор говорил, кстати, раз уж я больше не буду избираться, признаюсь, я атеист и всегда им был. Счастливо оставаться. Даррен вас ждет. Даррен вас ждет. Здравствуйте. Я Даррен Озбер. Добрый день. Рад вас видеть. Садитесь, пожалуйста. Она сказала, что более трудного случая у нее еще не было. Так, ну что, мы уже идем, да? В другое здание, да? Тут прям настоящая студия. Так, а микрофон какой-нибудь на одежду вешать будете или так нормально, да? Я уже готов. Три, два. Лоуренс Краус, добро пожаловать. Спасибо, что пригласили. Альберт Эйнштейн однажды сказал, если вы не можете объяснить свою мысль шестилетнему ребенку, вы сами ее не понимаете. Ваша последняя книга «Вселенная из ничего» рассматривает очень непростые темы. Как бы вы объяснили маленькому ребенку, что вселенная родилась из ничего? Да, что ж, я вас понимаю, но это нечестно. Говорить детям, что их ждет ад с любой точки зрения безумно, более того, жестоко. Я не делаю ничего даже отдаленно похожего. Я предлагаю им думать самим, искать доказательства. Я не говорю им, поверьте, или вам же будет хуже. Ну, что интересно, у шестилеток намного меньше предрассудков, чем у взрослых. Им я могу объяснить, что пустота, согласно законам физики, не совсем то, чем кажется. Пустота гораздо интереснее, чем можно подумать. Пустоте много что происходит. В ней все кипит, как в бурлящем котле, ежесекунду появляются и исчезают частицы. Но самое поразительное, если взять какое-то пространство и убрать оттуда все частицы, излучение, вообще все, оно все равно имеет какой-то вес. И мы пока не понимаем, почему. Лоуренс Крауф, спасибо, что посетили нашу программу. И вам спасибо, был очень рад прийти. Посмотрите вот сюда. Отвратительна сама мысль, что простить можно, только если найдешь козла отпущения, что нужно обречь собственного сына на пытки и казни, потому что иначе простить не получится. Представление о том, что прощение невозможно без кровопролития, без наказания, ужасно само по себе, и появилось очень давно. Доктрина первородного греха порочна по своей сути. Теоретически его совершил Адам, которого, насколько мы сейчас знаем, никогда не было. Значит, Иисуса принесли в жертву за грех несуществовавшего предка. Этот-это человек меня впустил, он позвонил кому-то. Да. Добрый день, я Джеймс. Здравствуйте, очень рад, что кто-то наконец-то пришел. Заходите, Лоуренс. Рад вас снова видеть. Сегодня наш гость Лоуренс Краус, автор книги «Вселенная из ничего». Вы говорили, что во Вселенной с каждым днем находится больше и больше загадок. Моменты, когда мы подходим ближе к тому, чтобы понять ее, случаются ли они внезапно, и будет ли у нас когда-нибудь до конца осознанный взгляд на нее. Ваша работа некоторых расстраивает, а тех, кто разделяет вашу точку зрения, по-настоящему вдохновляет. Тогда, может, лучше обсуждать такие темы в закрытых научных кузовах? Нет, я думаю, мы не должны ничего скрывать. Мир прекрасен, и об этом нужно открыто говорить. Как можно прятать от людей самые потрясающие идеи открытия человечества, и если данные о том, как на самом деле устроена наша Вселенная, огорчают людей, то это печально. Вместо того, чтобы видеть в научных открытиях угрозу себе и своей вере, мы должны менять наши убеждения в соответствии с реальностью, а не наоборот. Можно только радоваться, что мы сейчас можем задавать настолько сложные вопросы и так близко подобрались к ответам. Окончательных ответов у нас нет, и я не утверждаю в своей книге, что они есть, но есть очень правдоподобные. Мы все ближе и ближе подбираемся к истине. Разве это не должно нас радовать? Но во всяком случае, не стоит видеть угрозу в науке. Да нет, нет, все отлично. Спасибо вам, приятно было побеседовать. Хорошо, до свидания. Лоуренс Краус, с вами всегда приятно поговорить. Аналогично, спасибо. Жизнь не видел в библиотеке ничего настолько прекрасного. Это же Винни-Пух. Можно я сяду сюда? Этот очень похож на Пуха. Продолжение следует... Профессор Докинс, каким вы видите будущее атеизма в общественно-политической сфере? Я надеюсь, что в нем просто не будет необходимости. Мы не называем себя, например, азефсистами, одионистами или алиприканистами. Нам это просто не нужно. Я надеюсь, что придет день, когда никто больше не будет верить в Яхве, как многие сейчас не верят в Тора, Зевса или Юпитера. Религиозное лобби становится все более непримиримым и идет на крайние меры, чтобы сохранить свои позиции. И то, что мы наблюдаем сегодня, может оказаться началом заката религии. Так раненое животное в предсмертной агонии отчаянно бросается на противника. Нет Бога, кроме Аллаха! Нет Бога, кроме Аллаха! Пожалуйста! Можно минутку тишины? Я рада, что вы, красивые молодые люди, собрались здесь, чтобы защищать свою веру. Я хочу задать только один вопрос. Где ваши женщины? Да! Где ваши женщины? 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 Инфотелс! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, именно таким должно быть светское общество. Провидеозные люди не теряют права на самовыражение, но все точки зрения приемлемы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотришь на все это и понимаешь, что надо не сдаваться, а отстаивать свое мнение. Здесь столько замечательных людей. Да, здесь просто замечательные люди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пообщался со многими людьми. Никто не против поговорить. Все очень дружелюбны. Это радует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой друг Ричард Докинс, автор послесловия к моей книге, провел интересное сравнение. До Дарвина жизнь объяснялась божественным промыслом, была чудом. Никто не задавался вопросом о том, откуда появилась Вселенная. Она была чудом, чьим-то созданием. Дарвин показал, как действуют элементарные законы природы. Естественный отбор, мутации, у истоков того многообразия видов, которые мы сейчас наблюдаем, стояли простейшие формы жизни. Никаких чудес. Смог ли Дарвин доказать свою теорию? Нет. Но она была правдоподобна. Однако за последние 150 лет доказательства появились в огромном количестве. Мы делаем следующий шаг и задаем вопрос, знаем ли мы, как возникла жизнь? Нет, не знаем. Но располагая арсеналом генетики и биохимии, мы можем предположить, что именно химические процессы, естественные химические процессы, привели к зарождению жизни. Уверены ли мы в этом? Нет. Но у нас есть теория, и она правдоподобна. Это значит, что хотя бы нам больше не нужны чудеса. Что же касается и Вселенной. Это был последний оплот тех, кто говорит нам о высших силах, якобы что-то высшее находится там, вдалеко. Я считаю, нам это не нужно. Если всё так и было, то есть Вселенная, пространство и время возникли одновременно вместе с законами физики, тогда должен существовать объект, если хотите, который больше Вселенной. Мы называем его мультивселенная. Другими словами, мы говорим о существовании множества разных миров. Эта концепция происхождения Вселенной сложна для восприятия, поэтому люди придумывают Бога, им нужно нечто вечное, первоначало, первоисточник, названий много и философских, и религиозных. Смысл в том, что сейчас мультивселенная играет роль этой первопричины. С философской точки зрения она может быть вечной и бесконечной и выходить за пределы нашего мира. Защитники христианства, я часто встречался с ними на дебатах, говорят, что мы изобрели мультивселенную, потому что нам не нравится Бог. Ну, отчасти это так, он мне не нравится. Но законы физики будто подводят нас к мультивселенной. И может быть, мне и мультивселенная не очень-то нравится, но если сама природа говорит, что все устроено и так, а законы физики случайны, мне придется смириться с этим. Итак, сегодня я рассказал вам, что Вселенная возникла из ничего, а также что вы намного менее значимы, чем думали раньше. Но я предлагаю нам всем порадоваться этому. Люди часто жалуются на то, что наука лишает их счастья и ощущения чуда. Но если задуматься, то это даже больше повод для радости. Да, вы всего лишь пылинка, а будущее пугает. Но сегодня вы здесь, и эволюция подарила вам разум и сознание, чтобы вы могли все это осмыслить. Так что вместо депрессии и поисков высшего смысла вовне, мы сами привносим смысл в нашу жизнь, и это не может не радовать. Спасибо за внимание. Во все времена многие люди отчаянно верили в самые сомнительные и противоречивые идеи, прислушиваясь только к своим эмоциям. Но что действительно их волнует, так это смерть. Когда мы спорим о том, следует ли преподавать теорию эволюции школьникам, на самом деле, я бы сказал, мы спорим о смерти. Верующим важен вопрос об эволюции именно потому, что если священные книги неверно толкуют происхождение жизни, они, вероятно, неправы и в том, что ожидает нас после смерти. Все больше людей в Европе и США отказываются от ислама, как это сделала я. Мы выступаем, печатаемся, организуем встречи, общаемся. Меня называли неверной. Семья, бывшие друзья-мусульмане, часто повторяли это обидное слово. Теперь я рада, что меня наделили этим ярлыком и ношу его с гордостью. Для религии настали новые времена. Тысячи лет можно было не бояться, что паства узнает что-то новое о чужой или даже собственной вере. Религии развивались в мире, где было легко поддерживать в людях невежество. В наш век информационных технологий, сотовых телефонов и интернета впервые за многие десятилетия столкнулись с серьезными проблемами, порожденными наукоемкой средой. Спасибо за внимание. Этот биолог-эволюционист стал для многих голосом науки и разума и убедил немало людей открыто признать себя атеистами. Заключительный доклад здесь, на Всемирном Конгрессе Атеистов, сегодня сделает Ричард Докинс. Давным-давно защитники веры присвоили себе выражение «разумный замысел» и другие полезные понятия. Мне кажется, нам пора заявить свое право на них. Как когда-то феминистки отчаянно требовали «верните нам ночь», возможно, и нам следует вернуть выражению «разумный замысел» первоначальный смысл. Давайте вернем себе мораль, перепроектируем ее согласно разуму. Вместо того, чтобы выискивать, что хорошо, а что плохо, в книге написаны 3000 лет назад. На протяжении многих веков религия диктовала нам мораль. Почему не вернуть ее себе, не изменить в соответствии со здравым смыслом? Почему не взять в свои руки жизнь и не выстроить ее согласно разуму? Зачем отдавать ее в руки муллам или священникам? Давайте сделаем наше будущее разумным. Давайте предсказывать последствия, используя возможности, которые даровала нам эволюция, развившая до такого уровня человеческий мозг. Способность выстраивать, проектировать. Одно из важнейших преимуществ человека как вида, мосты, самолеты, здания, интеллектуальные машины. В основе проектирования, в самом простом смысле этого слова, лежит разумный прогноз. Люди заглядывают в будущее и ищут возможные ошибки. Подводные камни рассчитывают риски. Они мыслят в перспективе, чего никогда не мог естественный отбор. В этом состоит одно из главных заблуждений об эволюции. Люди привыкли думать, что естественный отбор создает заведомо удачные проекты. И поэтому уверены, что эволюция обладает чем-то вроде предвидения, что, например, позволяет принять меры против вымирания вида. Но это совсем не так. Природа не умеет планировать будущее, а человеческий мозг умеет. Мы способны оценить настоящее и выработать прогноз на будущее, предвидеть варианты развития событий, которые могут привести к вымиранию нашего вида, и остановить это, приняв необходимые меры. Спасибо за внимание. Спасибо. Сколько людей нужно убить, чтобы стать убийцей? Ты лжец! Всего одного! Всего одного! Сколько раз нужно солгать, чтобы стать лжецом? Всего один раз! Сколько жизней отнял Бог? Сколько людей Бог убил в Библии? В Библии сказано, что мы не должны упоминать имя Господа в Суве. И это... Это просто смешно. Вы никогда не проклинайте имя Аллаха или Мухаммеда посреди улицы. Но Иисуса постоянно, в каждом разговоре. У вас совесть-то есть. Со — это с. Весть — это знание. Когда вы упоминаете нашего Спасителя Иисуса Христа в Су, и вы делаете это умом и сердцем, зная, что так делать неправильно. Это грех. Это все огромный грех. Разве вы искренне в своих словах? Вы не атеисты, вы лжецы. Продолжение следует... Мне кажется, самое приятное в просветительской деятельности — это увлечённость. Наука нас будоражит, наука нас увлекает, наука — это интересно. Невозможно рассказывать о чём-то, если ты сам этим не увлечён. Лично мне наука кажется настолько захватывающей, что я не могу не поделиться этим с другими. Как сказал Карл Саган, когда вы влюблены, вам хочется поведать об этом всему миру. Я люблю науку. Как же я могу об этом молчать? Но не стоит думать, что наука — это только весело. Наука увлекательна не в том смысле, что любой с ней справится без труда. Это ещё и сложно. Это тяжёлый труд. Ну да, но она того стоит. Я тут кое-что недавно выяснил. Вы знали, что у королевского научного сообщества есть святой покровитель, святой Андрей? Да. Почему не Фома неверующий? Он бы им очень подошёл. Да-да, я о том же. Фома неверующий подошёл бы идеально. Наука, как мне кажется, это достояние современной цивилизации. Это достояние, которое стоит хранить и распространять. Но оно находится сейчас под ударом. Да, история науки, современной науки — это путь от мудрости древних книг, мудрости наблюдений и экспериментов. Есть замечательная история о том, как к Галилею пришёл гость. Галилей попросил его взглянуть через телескоп на звёздное небо. И тот увидел что-то, что противоречило его представлениям. Тогда он сказал, Галилей, то, что вы показали, очень убедительно. Я бы поверил, если бы это не противоречило Аристотелю. А ведь он только что смотрел в телескоп своими глазами. Удивительно, что нас называют высокомерными, когда мы говорим, что сами определяем свою значимость и важность. Что всё это складывается из наших знаний и суждений, того, как мы себя ведём и проявляем в повседневности. Вселенная создана специально для вас — это несколько более высокомерное заявление, однако люди этого не замечают. Да, очень высокомерно. Меня как-то вдохновляет, что чем незначительнее кажется человечество, тем яснее наука показывает, что Вселенная существует вне зависимости от того, нравится нам это или нет. Космос научил нас смирению, и это прямо противоположно тому, в чём нас часто обвиняют. На науке лежит ответственность за воспитание обоснованного чувства смирения в человеке. Раньше такого не было. Ричард, я прекрасно помню наш первый спор. Мы тогда разошлись во мнениях. Я доказывал вам, что если пытаешься убедить людей в своей правоте, то ни в коем случае нельзя говорить «всё, во что вы верите, абсолютная чушь и полнейшая глупость». Лучше… лучше попробовать поставить себя на их место. Да, дело в том, что меня самого когда-то переубедили, сказав, что мои убеждения – полная бессмыслица. Будучи студентом, я прочитал книгу старого французского теолога, Тияра де Шардена, «Феномен человека», и полностью с ним согласился. А книга эта, надо сказать, претенциозная околесица. Но она одурачила меня. А потом я прочёл прекраснейший обзор Питера Мэдавра. Это, безусловно, лучший негативный отзыв из когда-либо написанных. Его разбор полностью перевернул мои представления. Вы можете подумать, что его критика должна была меня оттолкнуть. Вроде, подождите-ка, да он же смеётся над моими умственными способностями. Может, так и было, но я это заслужил. Люди… да, исследования в области… в области… педагогики показывают, что единственный способ научить людей чему-нибудь, это выступить против их ошибочных представлений. Я так и делаю. Я стараюсь так делать, когда объясняю физику. Если пишешь что-то на доске для детей, объясняешь им, у них в одно ухо вылетает, в другое вылетает. Но если оспаривать то, в чём они уверены, заставлять их понять свои ошибки, тогда они это запоминают. Именно. В эти выходные проходит митинг в защиту разума здесь, в Вашингтоне, на национальной аллее. И это самое большое собрание нерелигиозного движения в мировой истории. И смотря на дождь, 30 тысяч человек несколько часов ждали выступления Лоуренса Крауса, Ричарда Докинза и Адама Сэвиджа. На крупнейшем собрании атеистов, гуманистов, секуляристов, свободомыслящих скептиков мы не могли удержаться от вопроса, что же всё это значит. Я Дэвид Сильверман, президент общества «Американские атеисты», и я бы хотел поприветствовать всех вас здесь, на крупнейшем собрании атеистов в мировой истории. Но я не верю в Бога, и у меня есть два доказательства того, что Бога не существует. Первое — Бог, если ты существуешь, вот мы здесь, в Вашингтоне, покажись нам. Сейчас это было бы весьма кстати. Я уверен, Fox News будут рады. Просто спустись и поздоровайся. Мы из тех людей, кто верит в саму жизнь. Мы те, кто верит в моральные убеждения. Тот, кто живёт из корыстных побуждений или страха перед карой, тот вообще не имеет моральных принципов. Пусть будет так, чтобы говорить гадости об атеистах, всем было так же стыдно, как, например, о мормонах. Мормонах! 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 Ими управляет страх. Меня это не устраивает. И вас тоже. Люди, пришло время повзрослеть Не стремиться обратно в 14 век А приветствовать век 21 Положить конец вере в фанатичного, капризного, жестокого, лживого гомофоба Расистского, женоненавистнического, мстительного и злобного кукловода Дамы и господа, спасибо Народ, профессор Ричард Докинс Какое великолепное зрелище Я ожидал, что в хорошую погоду придет много людей, но в дождь Поразительно Никогда не видел ничего более потрясающего Откуда взялась необходимость Устраивать митинг в защиту разума И как может кто-то выступать против разума Меня часто упрекают В том, что я не выношу и даже презираю верующих Я презираю не их самих, а то, в защиту чего они выступают В этой стране слишком многие запуганы Слишком многие боятся открыто признать себя атеистами Секуляристами, агностиками Нас гораздо больше, чем может показаться Когда в следующий раз встретите верующего, спросите его Вы правда верите, что после освящения оплатка превращается в тело Христовое? Вы всерьез утверждаете, что это так? Не впадайте в заблуждение, что обсуждать религию бестактно Ее можно и нужно обсуждать Это не проявление бестактности Религия предполагает определенную теорию устройства мира Которую необходимо ставить под сомнение И подтверждать доказательствами И, если нужно, не без презрения высмеивать Большое спасибо Лоуренс? Да? Можно с вами сфотографироваться? Да, конечно, без проблем Лоуренс? Лоуренс? Привет Приятно с вами познакомиться Взаимно Доктор Краус, можно вас быстренько сфотографировать? Да, конечно, не вопрос Я вас по телевизору видел Да, было дело Эй, доктор Краус! Да, здравствуйте, как дела? Можно пожать вам руку? Можно мне тоже? Ваша речь, вселенная из ничего, подтолкнула меня к атеизму Спасибо Да Приветствую, приветствую Я из Талфе, Аклахома Я сейчас читаю вашу книгу о Ричарде Фейнаме Благодаря вам я снова занялся наукой Имеется в виду не плоскость вроде блина Это как бы обычное пространство, где оси XYZ перпендикулярны между собой И свет путешествует по диагонали Вот о чем речь в данном случае Здравствуйте, все, кто находится на аллее Неправильно, что религия в разных своих проявлениях монополизировала мораль и патриотизм Мы американцы Мы придерживаемся моральных и нравственных установок И нам не нужен Бог, чтобы это доказать Присоединяйтесь к нам В результате тщательного анализа и скрупулезных рассуждений Я пришел к выводу, что кто-то присматривает за мной Наблюдает за тем, что я думаю Прощает меня, когда я делаю меньше, чем должен был бы Дает мне силы на то, что казалось невозможным Я уверен, он знает все мои дела и помыслы Но все равно любит меня После долгих размышлений я понял, что этот кто-то, я сам Когда Эммануила Канта спросили, что такое просветление, он ответил Апере Саюде Дерзай знать В век просвещения человечество родилось заново Но очистилось не от первородного греха А от первородного невежества И зависимости от авторитета К этому мы никогда не вернемся Народ, встречайте нашего особого гостя Автора бестселлера по версии Нью-Йорк Таймс Книги Вселенной из ничего Поприветствуйте физика доктора Лоуренса Крауса Вот о чем я хотел бы рассказать Несколько лет назад мой друг Ричард Докинс Предложил мне выступить на встрече по теме Вселенная из ничего И я согласился Сегодня я хочу поговорить о том, что тоже возможно, но куда более печально О том, как нечто превращается в ничто В истории человечества это случалось далеко не один раз Например, в эпоху Средневековья, когда религиозные догмы Свели на нет все достижения древнегреческой цивилизации Тогда были забыты измерения размеров земли и все прочее В 11 веке то же самое произошло в сердце развития культуры и точных наук, математики В арабском мире, который превратился в экономическое и интеллектуальное захолустье Из-за господства исламского фундаментализма И история может повториться в наши дни 21 век требует от нас разрешения доселе невиданных проблем Глобальное изменение климата, перенаселение, истощение энергетических ресурсов Необходимость остановить дискриминацию и насилие по отношению к женщинам Лет 60 назад, после первого взрыва атомной бомбы Альберт Эйнштейн сказал, что изменилось все, кроме хода наших мыслей Если мы не изменим его сейчас Если мы не научимся уважать открытые обсуждения и общественный порядок, основанный на реальности Многогранный прекрасный мир, в котором мы живем, превратится просто в ничто Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить этого Спасибо вам большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Я искренне убежден, что наша жизнь не может быть основана на заблуждении Нельзя отрицать реальность и жить в некоем выдуманном мире Нужно не только быть готовым постоянно подвергать сомнению свои убеждения Но и признавать, что всю жизнь ты заблуждался, ошибался, что твой взгляд на мир пора пересмотреть Иначе жизнь теряет всякий смысл Я считаю, что каждый человек может верить во что угодно, у каждого есть право на то, чтобы верить во что-то Я имею право вообще ни во что не верить Но у меня есть право считать их веру нелепой Мне как-то в твиттере написали что-то типа Мы все имеем право выражать свою точку зрения, так что заткнись насчет своего атеизма Блестяще Это же просто... Сами за меня все сказали Молодцы Когда-то для сериала мы снимали сцену в зале суда Я увидела над головой судей табличку На Бога мы уповаем Наверное, эта мысль должна была прийти мне в голову намного раньше съемок в «Хорошей жене» Это же просто невероятно На дворе 2012 год, а у нас в судах висят такие таблички Но ведь таких взглядов придерживаются далеко не все американцы Религия пересказывает одно и то же веками А наука постоянно говорит нам что-то новое Думаю, по этой причине верующим трудно признать истину Трудно признать, что наука намного шире Религия — это какие-то 6 тысяч лет, а наука 4-5 миллиардов Наука может гораздо больше рассказать Если бы существовала научная Библия, она бы вышла намного толще Сейчас мы сталкиваемся с неприятием научной картины мира Это происходит под влиянием религии во многих странах помимо США Поэтому я думаю, что просветительская деятельность крайне цена Причина, по которой наука интересна людям, все та же Она объясняет, как устроен наш мир, что нас окружает До конца ли мы понимаем реальность, законы природы Возможно, современное научное объяснение мира в чем-то ошибочно Но оно точно лучшее на данный момент В век стремительно развивающейся цивилизации, сложных наук и технологий Многие политические вопросы требуют научного подхода Каким образом общество намеревается осуществлять демократический контроль, если оно не понимает научную картину мира? На мой взгляд, распространять пронаучные идеи жизненно необходимо Что может быть плохого в пропаганде, просвещении и знания? Они исключительно полезны Если вы не понимаете, что нам нужна общая точка отсчета, то есть наука Где не работают наши предрассудки Где нам приходится судить на основе наблюдений Если вы думаете, что не с этой точки нужно начинать любой серьезный разговор, то откуда? Мы обязаны исходить из того, что... Ну, к примеру, мои наблюдения показывают, что геи нормальные люди, которые любят друг друга Что женщины умны А волшебная книга исключает любую дискуссию Позапрошлым летом я впервые ездила в Израиль Меня всячески убеждали, что эта поездка навсегда изменит мою жизнь Что я почувствую какую-то особую связь Ничего подобного Зато мне бросились глаза, особенно у стены плача Что вот столько пространства отведено мужчинам, а столько женщинам Что нужно прикрывать лодыжки И будут прикрыть, иначе тебя забросают камнями Тогда я подумала Да пошли вы нахрен И больше, в общем-то, ничего Я не почувствовала ни с кем никакой связи Потому что меня не принимали как равную А эти правила Что это за правила? Сначала мне дадут свободу воли А потом отправят в ад за то, что я ей пользуюсь Пути Господни неисповедимы В смысле, неисповедимы Вроде бы это очень по-философски, а на самом деле, мя-я-я, и убегает Но знаете, понимаете, странно, что его пути неисповедимы В чем тогда разница между непоследовательным Богом и его отсутствием? Понимаете, о чем я? Полагаю, люди сами не верят в свои мифы Я бывал на множестве похорон, где священники говорили о загробной жизни И тем не менее присутствующие все равно не могли сдержать слез Они не верили, что встретятся со своими близкими лет этак через пять Если бы вы были на причале, когда лайнер королевы Мэри отплывал в Нью-Йорк Вы бы увидели, что провожающие не плачут Они знают, что увидят своих родных вновь На похоронах должно было быть так же, на деле совсем иначе Мифы чем-то похожи на наркотик Многие скорее примут мифическую таблетку От которой мир станет простым, милым и уютным Чем трезво посмотрят на реальность Ведь мир такой большой И в этом большом мире здорово то, что он огромный Что вселенная огромная И это же круто Знаете, в Древнем Риме первых христиан было принято называть атеистами Потому что они не верят во всех этих древних богов Мне это нравится Ну в смысле, суть атеизма собственно в том, что у вас меньше богов, чем у других Попытка просвещать людей, пока они не откажутся от необходимости опираться на то, чего, возможно, и не существует Это дело стоящее, это хорошая цель Людям просто необходимо давать альтернативный взгляд на мир Иначе, как они смогут постичь что-то новое Нельзя, нельзя научить чему-то того, кто и так все знает Если вы настолько закостенели в своей системе убеждений и уже не слышите никого Из страха, что в вас могут зародиться какие-то сомнения То вы мертвы Мало кто из ученых хочет ввязываться в эту игру Борьбу с заблуждениями и открыто обсуждать их Но когда сталкиваешься с людьми, которые начали сомневаться То невольно задаешь себе вопрос А возможно ли их переубедить? Или это ничуть не эффективнее, чем кидаться друг друга камнями? Фильм переведен и озвучен студией Верт Дайдер Текст читали Михаил Прошин, Александр Качкин, Ирина Завтонова, Богдан Стыцук, Евгений Баженов, Максим Демах и Алексей Егоренков Перевод Елена Люско, Екатерина Соколова, Вадим Ившин, Екатерина Сухова и Насим Калиев Редактирование перевода Елена Люско, Екатерина Соколова и Михаил Прошин Монтаж звука Александр Качкин и Илья Абилов Монтаж видео Александр Суздалев Координатор проекта Илья Абилов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова